Это Берсерк, 59 уровень, скиллы все изучены, синие и зеленые, очень слабый персонаж, я буду по возрастающей покрутости твинов, это самый мой плохой твин, который есть у меня, как мне казалось, он просто стоит, он не фармит ни хрена. Скиллы за 27 или за 24 миллиона, за 50 миллионов и за 500 миллионов, но с этим скиллом он хоть как-то начал фармить, вот это увеличение от оружия 20% и по оглушенной цели немножко лучше стал, но без красных скиллов он очень-очень ни о чем, вообще ни о чем. Без буста, без коллекции, вообще, карта очень неплохая выпала, как по мне, есть 3 пробуды, очень крутые пробуды, увеличивает скорость атаки, увеличивает скорость и скорость магии, увеличивает урон от оружия и дополнительно увеличивает урон от оружия. Очень крутая синяя карта выпала, с тремя пробудами, это топовая, топовая синяя карта. Так, по статам, давайте по статам посмотрим. 45, 83, можете видеть характеристики. Урон в ближнем бою 45, точность 83, крит атака 49, скорость атаки 146. Ну, очень быстро перемещается и быстренько так бьет, но без толку, из-за того, что нет атакующих массовых скиллов, ну, кроме вот этого, ну, он такой ни о чем скилл, вращение мечом. Есть шанс нанести доп. урон при успешной атаке, цель атаки плюс 2 врага около цели атаки, по двум, вот она одного бьет и рядом, если двое стоят около цели атаки, еще по двоим бьет. Интересный чар, но для твина не очень. Это второй персонаж, этот персонаж очень хорош, ему очень везет на синьку, я бы сказал. И я решил еще отдать ему снежный шторм, чтобы он выглядел намного вкуснее. С нежным штормом он фармить будет намного больше и круче. Поставил его на третье место, мы идем с четвертого и до первого, потому что у него не было снежного шторма и я не знаю, как он с копейщиком будет. Насколько он круче копейщик останется снежным штормом. Зеленые скиллы все, критической магии нет, ну, тьма ему тут как бы и не надо. Два красных скилла и один фиолетовый. Покупные скиллы. Критической магии нет, но можно купить, он дорогой, я просто не хочу его покупать. Он, там что за 400 алмазов перегнули цену, то я такой подумал, ну, дороговато, надо или выбить, где-то достать, но 400 алмазов отдавать за 10% крита, ну, это офигенный буст, конечно, но все равно очень много. Без критической магии, а так все синие скиллы, плюс снежный шторм. В сочетании, приплюсовался снежный шторм, это хорошая фарм машина для синьки, очень хорошая. Кристалл Дэймон, красный посох, Авадон, мах урон 43, мах точность 77, мах крит атака 62, урон от оружия, шанс двойного урона 19, скорость магии 115 за счет теха воодушевления. Очень хороший чар, очень хорошо фармит синьку, долина смерти, если там найти спот, конечно, среди твинов, он просто божественно там синьку бил, очень круто. По 2-3 синьки в день бил, это без снежного шторма. Со снежным штормом он будет эффективнее намного больше. Это мой самый любимый твин, он самый крутой, он просто уничтожает мобов, у него просто столько атакующих скиллов. У него нет красных скиллов, ну кроме покупных, 2 покупных за 50 миллионов и за 500 миллионов. Но синие скиллы тут, удар молнии, она урон до 5 врагов, каждые 2 секунды кд, вот это до 3 врагов, это истинное копье, оно срабатывает там как-то рандомным образом. Такая вот полоска, видели, так, сейчас еще раз, вот, еще раз, сейчас тряску экрана выключу. Это колоссальнейшая фарм машина, но ставлю его на второе место, потому что на первом месте будет всегда орб из-за своего чертового хила. Вот его хил это чит. Если брать вот между арбом и копейщиком, к примеру, вот если не брать красные скиллы, но я думаю, копейщик с красными скиллами круче арба будет фармить, уничтожать все просто. Ну, это топ 1 чар, который требует только синие и зеленые скиллы. Конечно, пика тут, вот даже мощь Евы на хп 5%, пика красная, пика плюс 7, шанс двойного урона, топ урон, очень крутой чар. Давайте посмотрим его статы, скорость атаки 123, видим, казалось бы, 47 урона, 87 точности. Там 58 крит атаки, шанс двойного 2.4, шанс тройного урона 3%. Статы у него слабенькие, но за счет атакующих умений, получается у него 3 массухи. Очень крутой персу, очень. Вот это, это, наверное, самый топ перс, который начинает фармить синими скиллами, просто божественно. Это топ перс, если рассматривать, вот, мах, копейщик и орб, будут вам фармить, и они очень крутые. Ну и последний персонаж, который топ 1, это у нас орб. Все зеленые скиллы, все синие скиллы. Есть божественная вспышка, это пассивное умение, которое срабатывает при синем умении, при применении вспышки ауры, с определенной вероятностью, провоцирует появление божественного пламени. Ну вот, видим, он красненький появляется, вот, видим, как часто, ну, видим, там, каждые 2 секунды, может, секунду, может, 4 секунды, очень часто появляется. И, конечно же, джаджмент, правосудие, до 5 врагов, масуха, которая пропускает молнию сквозь мобов, очень крутая фарм машина, за счет хила своего. Вот это чит, который ему дается сразу же, лечение, можно использовать каждую секунду, расход 10 мп, восстанавливает хп, очень круто. Давайте посмотрим статы его, мах урон 53, мах точность, ну, почти 100, можно сказать, 100, мах крит атака 51, шанс двойного урона 43. Давайте еще посмотрим, что на нем. Рука Кабрио, плюс 7, плюс 15, доп урон крит атака, но я не крутил сильно ему, потому что Элесикова жалко было. Зотавадон, базилы или набедренники кровавого пакта, но это если нужен резиск нежити, то есть БВ шлем, плюс 5, серьга дракона земли зашла, очень повезло. Ну и синий пояс, в целом это очень крутой перс, который фармит, вы закупились один раз на него, поставили его и забыли о нем. Он будет стоять, фармить, или его кто-то не сольет, это самая лучшая фарм машина. Короче, вот такие вот 4 твина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...